У Мурбека Тикибаева появился шанс на оправдание. Дело в отношении лидера партии Атамикен будет пересмотрено судом по вновь открывшимся обстоятельствам. Иск подали адвокаты бывшего парламентария. Юристы обратились в суд, опираясь на новые кодексы. Фемида уже приняла дело к рассмотрению. Процесс назначен на 23 апреля. Параллельно с этим иском адвокаты Тикибаева пытаются оспорить и сроки перевода бывшего депутата в колонию-поселение. По словам экспертов, в ГСИН неверно рассчитали сроки. В соответствии с статьей 50 уголовно-исполнительного кодекса, которое действует на данный момент, при отбытии срока, при отбытии 2 трети однозначного срока, осужденный имеет право на перевод в колонию-поселение. Нам всем известно, ну и как все знают, Мурбек Тикбаев был осужден к 8 годам лишения свободы. 2 трети срока составляет 5 лет и 4 месяца. На сегодняшний день, то есть он уже отбыл 5 лет, даже уже к марту он должен отбыть 5 лет 4 месяца. То есть в марте 2019 года Мурбек Тикбаев имеет право на выход в колонию-поселение. Однако Гуин, не раскрывая методы своих подсчетов, то есть получается не разъясняя, вот утверждает, что право выхода на колонию-поселение Мурбек Тикбаева это в феврале 2020 года. Кроме попыток отстоять право Тикбаева в кыргызских судах, адвокаты вышли на международных правозащитников. На прошлой неделе Комитет по правам человека ООН принял дело лидера Атамикена к рассмотрению. Однако эксперты говорят, сильно рассчитывать на то, что это повлияет на ход процесса в нашей стране не стоит. Есть обстоятельства, которые могут помешать Тикбаеву выйти на свободу. Оно носит рекомендательный характер. Более действенным является Страсбургский суд, но мы там не состоим в этом соглашении, поэтому Комитет по правам ООН даст свои рекомендации только. Конечно, это какой-то с моральной точки зрения, оно может влияние иметь на высшее политическое руководство и в международном сообществе создавать имидж какой-то нашему государству. Здесь одно есть одно обстоятельство. В свое время Девор Кукиниш, по-моему, сам Тикбаев инициировал, что дела по должностным преступлениям, в особенности по коррупции, пересмотру не подлежат. Поэтому надо посмотреть все обстоятельства этого дела, насколько это возможно пересмотр. Эксперты считают, что партии адвокатам Тикбаева нужно добиваться того, чтобы дело было пересмотрено полностью. С самого начала, по оценкам экспертов, в деле бывшего депутата были подозрительные моменты, которые указывали на политическую мотивированность дела. Теперь, с учетом изменения политситуации, у Тикбаева появился реальный шанс на пересмотр дела. Наблюдая за тем, как у нас решаются на самом деле судебные дела, то, конечно, можно допускать, что и политические соображения смогут играть роль. Но, я думаю, и без политического подталкивания или додумывания этого дела, мне кажется, можно будет выпустить его на свободу чисто по требованиям закона. Но, если бы уж совсем до конца, чтобы все правильно и справедливо решалось, то, конечно, это дело нужно рассматривать по существу, а не из-за вновь принятых законов. Потому что тут, по сути дела, по содержанию всего дела, мне кажется, очень много проблем, которых уже несколько раз апеллировали и суд отказывал. Как к этим вопросам относятся сам Тикбаев, пока неизвестно. Ранее бывший парламентарий заявлял, что не намерен подавать прошение о помиловании и признает только оправдательный приговор. Игорь Потанин, Нурбек Копаров, НТС.